Другая опасность подстригает тюменцев, предпочитающих перекусить в кафе. Оказывается, не всем, что открытый для обслуживания разрешено работать. 22 заведения общепита Тюмени в мае временно закрыли за различные нарушения. Однако, даже несмотря на штраф от 50 до 70 тысяч, закон предпринимателям не указ. Пончикову на Герцена закрыли на 30 суток за нарушение санитарных норм. Так решил суд. Но по свежим булочкам и включенной музыке сразу не поймешь, что по факту кафе опечатано и не работает. Работают шести, сказала продавщица. Но как только увидела камеру, решение ее поменялось. Стала пояснять, что открываться все-таки не будут. За май, по заявлениям тюменцев, Роспотребнадзор нашел нарушение у пяти заведений общепита. Административное дело Попончиковой показало, что предприниматель пренебрег нормами по 10 пунктам. При проведении миссативного расследования обнаружены нарушения требований законодательства. В частности, к планировке предприятия общественного питания, нарушения требований к поточности технологических процессов. Когда отсутствует производственный контроль и какие-то не контролируют предприятия общественного питания, то, что производят, в том числе лабораторно, это существенное нарушение, важное, и его необходимо устранить. После решения суда добросовестность предпринимателей проверяют судебные приставы. Контрольные выезды совершают по несколько раз в неделю. Но обойти буквы закона бизнесменам все-таки удается. И, по всей видимости, большие штрафы их не пугают. В случае, если должник недобросовестный и нарушают требования судебного пристава, предусмотрена административная ответственность за неисполнение требований, а также предусмотрены уголовные ответственные случаи, если должником у нас является организация, либо коммерческая, либо государственная. С 29 апреля закрыли на 40 суток и пиццерию Каплицуо. Но об этом своих клиентов там не предупреждают. То есть работаете, получается? Вы видите, я обслуживаю человека. Отойдите, пожалуйста, на минуточку. Я обслужу человека, потом он разбивает. В заведении пояснили, что хозяин пиццерии поменялся еще до решения суда. Хотя закон говорит обратное. За санитарные нарушения приостанавливают работу не только предпринимателя, но и помещение, в котором находится кафе. Только за последний месяц в Тюмени закрыто более 20 учреждений общественного питания. Но, как оказалось, не каждый предприниматель добросовестно исполняет решения суда. Поэтому, чтобы не навредить своему здоровью, жителям города можно узнать информацию о нарушителях на сайте Роспотребнадзора и Федеральной службы судебных приставов. Екатерина Кальченко, Андрей Захаров, Тюменское время.